Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Светлана Облязова. В этом выпуске я расскажу вам о книге Михаила Шишкина «Буква на снегу». Михаил Павлович Шишкин – русский писатель, автор романов и литературно-исторического путеводителя «Русская Швейцария». Лауреат, премия «Большая книга» и национальный бестселлер. Михаил Шишкин окончил роман «Германский факультет» Московского государственного педагогического института в 1982 году. Проработал три года в журнале «Ровесник», писал об искусстве, переводил статьи с немецкого языка, затем 10 лет работал школьным учителем и преподавал английский и немецкий языки. С 1995 года писатель проживает в Швейцарии. Проза Шишкина сочетает в себе лучшие черты русской и европейской литературных традиций, беря от Чехова, Набокова и Бунина богатство словаря, музыкальность и пластичность фразы, а от западных авторов в лице Джойса и мастеров нового романа принцип смены стиля и фрагментарность композиции. Конечно же, он хотел и читателей, и признания. Он был писателем, а не святым. Чтобы стать собой, ему сперва нужно было отсечь чужое – театр. Первое произведение писателя – он сам. Так от глыбы мрамора нужно отсечь все лишнее, чтобы появился мальчик, вынимающий занозу. Мальчик всегда уже в этой глыбе был. Подмостки еще кажутся ему призванием. Он знает все шилеровские монологи наизусть, но зеркало неблагодарные зрители удачно отражает лишь поклоны. Шаг на сцену кажется шагом в правильный искомый мир, где вымысел становится жизнью, где затаивший дыхание зал внимает каждому твоему слову, где можно играть в прятки, быть любым героем или злодеем, где шквал оваций заменяет поиски смысла, где мертвые. Когда падает занавес, выходят кланяться, умерев по-настоящему и по-настоящему воскреснув. У него ломкий неуверенный голос и останется таким на всю жизнь. От театра его спасает приезжая знаменитость, покорившая все столицы мира, в том числе и Петербург. Великий Йозеф Кайнц встречает 17-летнего юношу, говорящего со смешным швейцарским акцентом, лежа на оттаманке. Не дослушав монолог до конца, носком домашней туфли вершитель судьбы дает понять, что аудиенция закончена. Роберт Отто Вальзер был плохим актером. Вскоре он напишет сестре. Из моего актерства ничего не вышло, и бог хочет, чтобы я стал великим писателем. Книги растут из детства. Отец неудачник. Считал себя дельцом, но все коммерческие начинания кончались безденежьим, а в семье родились восемь детей. Всех нужно прокормить, всем нужно дать образование. Переплетная мастерская, лавка канцелярских принадлежностей и игрушек – все прогорает. Семья стремительно опускается под социальной лестнице в городке Билли, стремительно расцветающем на исходе 19-го столетия. О будущем еще никто ничего не знает, кроме писателя. Но об этом позже. Роберту 12. Когда мать сходит с ума. Она в доме, но куда-то ушла от детей и мужа, оставив им только свое тело стареющее и одновременно вернувшееся в детство. Старшая сестра Лиза ведет хозяйство, заботится о детях и ухаживает за матерью, которая ест, пьет и ходит под себя. За обедом она вдруг может начать бросаться ложками и вилками. Для получения образования нет денег. В 14 он оставляет школу, отец устраивает его в местное отделение Бернского кантонального банка. У подростка красивый почерк. Нужно зарабатывать на пропитание для большой семьи. Вальзер больше ничему нигде не будет учиться только читать. Мать умирает, когда ему 16. Дома его ничто не держит. Да это и не дом, а место, где проживают вместе очень разные и чужие люди. Вальзер всю жизнь будет тосковать по семье, которой у него не было. Один из его первых рассказов о том, как мальчик пускает шляпу плавать в пруду и прячется, чтобы все домашние подумали, что он утонул. Ему важно, чтобы его искали и нашли, чтобы кто-то был счастлив от того, что он жив, что он просто есть на этой земле. Они все появляются из самых разных направлений. Некоторые даже приезжают по железной дороге из отдаленных мест, терпеливые, как стадо баранов, а вечером снова расходятся каждый в свою сторону, чтобы утром ровно в то же время опять собраться всем вместе. Все похожи на всех, но все друг другу чужие. И если один из них умирает или кого-то ловит на растрате, то до обеда их это занимает, а потом все идет своим чередом. Это из романа семейства Таннер. Больше всего на свете Вальтер не хочет быть одним из них. Он один из них. Это его университеты и его театр. Он работает во множестве мест, примеряя всякий раз новую службу как роль. Маска одна и та же. Хочешь чего-то в этой жизни добиться, нужно научиться быть слугой. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Книга о литературе, о писателях, о буквах. В конце концов, как бы странно это ни звучало. Но при этом сюжеты весьма примечательны, трагичны и удивительны. Такие истории и поднятые в них вопросы запоминаются на долгое время. Книга издана с любовью. Приятный для быстрого чтения шрифт, есть цветная вкладка с фотографиями всех трех героев книги. Проза Шишкина располагает к вдумчивому и в то же время легкому чтению. Она обволакивает неспешностью повествования, точностью изложенных событий и фактов, мудрой взвешенностью в оценке перипетий и жизненных коллизий его героев. Для меня в прочтении прозы Михаила Шишкина есть один нюанс. Мне всегда мало прочитанного. Закрывая книгу, хочется видеть последующие горизонты в предвкушении. Рекомендую. В серии «Культурный разговор» вышел сборник Михаила Шишкина «Буква на снегу». В него вошли три биографических эссе. О швейцарском писателе Роберте Вальзере, о Джойсе и о Владимире Шарове. Последнее эссе скорее письмо ушедшему другу. Эссе публиковались в разное время, но их объединяет главная тема. Это писательство, как протест против правил и против навязываемых границ личности. Рекомендую для вдумчивого прочтения. Его жизнь в эти годы напоминает игру актера. Он будто гастролирует, входит в один и тот же образ на разных подмостках. Плохие актеры на сцене обычно прекрасно актерствуют в жизни. Вальзер снова и снова играет маленькое колесико гигантской машины, вживается в образ, но в любую минуту готов выйти из роли и сойти со сцены. Отойти в сторону. Он работает мелким служащим, клерком в банках, страховых агентствах, юридических конторах, агентствах по найму безработных, на пивоваренном заводе, в издательстве, на фабрике швейных машин. Его берут из-за почерка. Он уходит с каждого места работы через пару месяцев. Он ненавидит свою службу. Такие не делают карьеры. Вальзер был плохим служащим. И мечтал он совсем о другой карьере. Только в Тюрихе за 10 лет он 9 раз меняет работу и переезжает 17 раз. «Молодой человек неуживчив. Или ищет что-то. Или бежит от себя. Или меняется. Становится собой. Переезд – это возможность окружающего мира нагнать тебя уже от другого, изменившегося». В своем дневнике Макс Фриш рассказывает, как Вальзер встретился с Лениным в Тюрихе и спросил его, «Вам тоже нравится гларнский бирнброд?» Бирнброд – пирог с начинкой из груши. Писатели-палачи жили по соседству на одной улице Шпигельгассе. Один в доме номер 23, другой в номере 14. Но с разницей в несколько лет. Это встреча и разговор – придумка Фриша. Их миры не соприкасались. И даже по узкому переулку они проходили сквозь друг друга. Но оба знали, что призваны что-то сделать с этим постылым и неправильным устройством жизни. Шагая по брусчатке Шпигельгассе, они были еще никем. Нет. Не так. Не подписавший пока первый приказ о расстрелле заложников убийцы, еще не убийца. А просто человек. Не написавший еще ни одной книги писатель – уже писатель. На Шпигельгассе не встретились прохожий и писатель. В Тюрихе рождаются его первые произведения. Через много лет он напишет о себе в третьем лице короткую биографию. И в ней коснется своих ранних текстов. Причем следует добавить, что он писал их не между делом, а всякий раз бросал именно для этого место службы. Ибо верил, что искусство есть что-то великое. Писательство было для него действительно делом почти священным. Пусть это кому-то покажется чрезмерным. Когда сбережения заканчивались, он снова устраивался на подходящую работу. По жизни Вальзер – неудачник. По жизни мелкого служащего, который он ведет для окружающих. Клерк – неудачник. Он устраивается только на те скучные работы, где нужно иметь дело не с людьми, а с бумагами. Ему приятнее быть наедине с чернильницами, перьями, пресс-папье. Молодой швейцарец натягивает на себя старую уютную шинель Акакия Акакевича. Настоящим довожу до вашего сведения. Он переписывает набело каллиграфическим почерком бесконечную безличную корреспонденцию и несметные счета, впитывая в себя канцеляризмы, презирая содержание, отдавая любовь буквам. Далекий от литературы побочный заработок переписчика кажется ему досадной потерей времени, но именно залежи дохлых штампов великого и могучего немецкого канцелярита станут его золотой жилой в прозе. Самое тяжелое испытание в писательской судьбе – слишком ранний успех. Сколько талантливых юношей и девушек бесследно исчезли из литературы после шума вокруг первой книги, использованные и выброшенные за ненадобностью на помойку. Успех приходит к Вальзеру сразу же после первых публикаций. Но успех какой-то странный, который будет преследовать его всю жизнь. Восторг пишущих ценителей и полное пренебрежение читающей публики. Ему 20 лет. Первая публикация стихов в бернской газете «Der Bund» сразу привлекает внимание. Его зовут печататься в самый модный литературный журнал того времени «Дай Инзел». Вальзера приглашают влиятельные литературные салоны культурных столиц Германии, Мюнхена и Берлина. Для молодого писателя начинается испытание литературной богены. Издатели ждут от него рукописи. О чем еще можно мечтать молодому автору? Отныне Вальзера решает зарабатывать деньги только своим призванием – писательством. Ему пишется легко, его тексты не знают черновиков. Он публикует стихи, романы, рассказы, драмолеты. Каждую публикацию встречают удивленные и восторженные рецензии. Но продаж нет. За свою первую книгу, сочинение Фрица Кохера, гонорар он не получил. Издательство пообещало заплатить 100 марок после покрытия расходов на печать. Через несколько месяцев после выхода книги Вальзер пишет издателю письмо с просьбой о высылке обещанной суммы. Получает ответ, что из 1300 напечатанных экземпляров проданы 47. Новая книга Михаила Шишкина – это три эссе о творчестве писателей Роберта Вальзера, Джеймса Джонса и Владимира Шарова. В этих эссе есть все темы, интересующие автора. Отверженность, одиночество, язык как инструмент провидения. «Буква на снегу» – это рассказ о трех разных писателях, разных веков, но с похожими жизненными историями, которые открываются читателю на страницах книги. А вы читали Михаила Шишкина? Делитесь впечатлениями в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин